день добрый по новой товарищи господарства да у нас c hr гибрид toyota надо было сравнить и обязательно после теста всех этих тироков тикросов таусов вот этих маленьких паркет ничков от volkswagen очень надо было покататься на этой тойоте и я собственно говоря закрывает должок сегодня попытаюсь в этой машине проехаться машинка 15000 пробега 1.8 гибрид стандарт на самом деле автомобиль который поставляется сейчас практически по мотору по коробке можете писать тесты yarissa corolla тут принципе все то же самое atkinson максимально эффективный мотор гибрид последнего поколения с моторами разнесенными на разных осях то есть все самое современное лучшее что есть у тойота здесь сюда всунули эта машинка ну кратенько не буду сейчас долго рассусоливать на мой взгляд это у тойота сейчас такой стиль делать машины для мужской часть населения и для девушек так вот сея черт гибрид это такой вариант именно для девушек потому что я говорю в тойоте в тесте тойоты короллы есть как бы королла кросс которая такая как рафик уменьшенная да и которая больше подойдет на на парням это же машинка это такой ответ жуку потому что конечно то как она выглядит это такой джук тойота миниатюры тоже такой много линии много нагромождения особенно по задней части до перед стандартный для тойоты но если посмотреть немножко сбоку джук жуком и ну да вот они таким образом отвечают на это все достаточно интересно получилось главный мощный вопрос как это едет потому что здесь не интересно это все больше всего потому что volkswagen они очень жесткие на них ездить трудно либо жесткие либо какие-то валки размазаны какие-то с ним будем посмотреть ну прокатимся по городу по посмотрим как работает гибрид как работает все остальное попытайся в этом все рассказать ну что не будем откладывать долгий ящик поехали конечно сразу понимаешь ты сидишь гибриде в очередной раз да что вся эта технология конечно как я сказал ничем не отличается фактически и платформа и моторы все абсолютно одинаково все как и было совершенно без изменений изменилась только концепция общий вид и сказать особо потому что тут что-то серьезно отличается именно вот в повадках автомобиля плане мотора коробки трансмиссии от той же corolla или yaris я не могу то есть мотора не слышно то есть вот сейчас мы вообще в электрическом режиме едем достаточно тихо все это происходит вот ну и вот центр города такая немножко вот моменты попадается брусчаточка исторический центр все дела и машина не вызывает таких вот отторжений потому что она не кажется жесткой она не кажется дубовой вот сразу же с первых метров в городе достаточно все комфортно ну и в целом вы знаете сравнение по передвижению в городе я вообще много раз своих видео повторял что конечно в городе там вариатор вот это вот вариаторная трансмиссия это лучше всего это самый интересный вариант и здесь конечно не совсем так здесь гибридная система но я признаю честно что я хоть гибриды не люблю я считаю что лишние системы которые стоят дополнение к двс они сокращают срок эксплуатации автомобиля во первых то что срок эксплуатации батарей достаточно небольшой вот и они утяжеляют эту машину то есть фактически вам нужно постоянно возить много лишнего веса моторы лишний вес батарея лишний вес вся эта система ввязка все это лишний вес и я считаю что значительно лучше было бы если сделать просто машинку ну вот меньше компактнее легче и благодаря очень эффективного мотора который здесь имеется получить чуть ли не лучше показатели там расхода эффективности и так далее так далее я считаю что это возможно ну здесь пошли по пути тойота пошла по пути когда у вас не чисто электро электрический полностью электрический автомобиль а вот гибридный автомобиль и я лично повторяюсь я это говорил в предыдущих роликах про тойота можете пересмотреть ролик яриса может пересмотреть ролик короллы там было больше про про связку мотора и вот этой гибридной составляющей я считаю что гибрид самое главное хочу донести в который раздавал что гибрид компенсирует недостатки или обычного двс который стоит здесь гибрид компенсирует недостатки этого мотора потому что тойота начал оставить двигатели цикла откинсона сюда и это на самом деле если бы не гибрид это было бы большой проблемой почему вот давайте другой стороны расскажу то сегодня расскажу немножко в другом ключе про это вот катаясь на вот этом паркетничке по городу сегодня скажу так что сделать мотор цикла откинсона атмосферный в принципе проблем больших нету его может это любой производитель просто что такую систему практически невозможно никому продать потому что такая машина вообще не разгоняется особенно низов у нее нет совсем это даже по сравнению со спортивными корчами с горбатыми какими-то высокими валами это ужасно не едущая какая-то телега то есть они невозможно на чистом откинсоне без какой-то помощника без какой-то дополнительной схемы на чистом откинс ездить вообще нереально вот и никто этого не делал никогда и старался тогда такие решения просто избегать их потому что система плохая на вот это вот большое перекрытие снижение эффективной степени сжатия за счет того что клапана закрываются немножечко позже там какая-то часть смеси куда-то там выдавливается это плохо и на низах такие моторы очень не работают то есть возникает эффект плохой наоборот продувки на низах плохого наполнения на низах мотор захлебывается мотор не может набрать обороты и первые эксперименты вообще с такими моторами они были у мазды на цикле миллера на помните миллениях вот этих машинах там эффективно там было два с половиной литра там высокая степень сжатия по 14 а то есть нет эффективная там очень 2.5 2.3 там короче литра были моторы и мазда баловалась вот так вот она ставила турбину туда чтобы компенсировать вот этот дикий провал на низах чтобы хоть как-то напихать воздуха в цилиндры ставился даже не турбина там был компрессор извините ребята там именно был компрессор который был с механическим приводом и он это все решал да но компрессор убивал всю идею такого мотора просто на корню потому что в этом просто не было смысла toyota она пошла по тому пути что вместо такого системы компрессоров вместо системы у нас брэк асси фото опасность вот а и вместо такой системы toyota решила что делать она понимала что мотор конечно дает очень низкий расход топлива что таким мотором можно вписываться в любые там онкологические нормы но не едет и гибрид здесь делать что он просто подхватывает помогает этому мотору в те моменты когда он сам не может она помогает ему раскрутиться дальше и выше эта система помогает дать тягу где ее нету этого этого обычного двигателя для этого здесь нужен гибрид здесь маленькая батарейка относительно маленькая на практически никакую щи в плане того что чисто на электротяге есть можно практически ну смешные совсем километры она позволяет читерить на роликах самое главное да вот эти читерства что любит делать volkswagen поставить машину на ролики перед этим полностью иметь заряженную батарейку и не тратить на эту энергию а просто вот эту заднюю накопленную энергию выплюнуть какой-то момент времени также можно на гибриде показать тому то я знаю некоторые блогеры балуются такой хернё что выезжает на автомагистраль приезжать на какие-нибудь небольшие километры и показывал смотрите какой там маленький или там хорош на просто высокие бежи допустим как американцы это говорят майлс пергал вот и да это круто но это все читерство понимаете ролики это читерство их гибрид убивает двух зайцев первое она делает совершенно убогий мотор каким-то приемлемым для нормальной обычной езды обычного человека это первое что делает такой гибрид да и второе что делать гибрид позволяет читерить и toyota пошла по вот этому пути по этому направлению и ну что и обвинять в этом нет я считаю что это нормальное решение я считаю что это абсолютно оправданное решение для современных реалий вот этих вот противостояния с этим зелеными дурочками которая попадут этим прикрытием экологии творят какую-то лютую дичь сконцентрируется движение мы сейчас двигаемся небольшой подъем педаль слегка нажата при этом вот эта вот система когда у вас электронный педаль электронный дроссель когда у вас педаль газа просто по сути это не управляет дросселем является просто педалью желаний вот на этот подъемчик только что я не нажимал педаль совершенно я просто держал его в одном положении просто говорил что давай просто едем там 60-70 км в час вот и мотор взвыл в отсечку просто понимая что сейчас тяги мало надо давать больше мы хотим ехать быстрее мы хотим держать скорость подъем и надо компенсировать недостаток то что будут на тех оборотах при таком открытии дросселя мы не поедем еще одна интересная технология тойота тойоты последних поколениях педаль газа совершенно никак не связано с открытием дросселя и с реальным газом то есть педаль газа это реально только педаль желаний что-то подобное начиналось и давно уже используется дизелях когда у вас практически то и нет дросселя самом деле педаль фактически задает только то наполнение которое мы хотим сейчас данного времени ту подачу топлива который мы хотим здесь похожая схема то есть педаль газа определяется только то ускорение или ту скорость которую мы хотим поддерживать а что там происходит с мотором toyota на этом автомобиле как минимум явно дает нам понять что педаль газа это вообще просто вообще ни о чем она ни с чем не связано она ничего не напрямую не управляет а все решает компьютер как мы будем разгоняться как будет крутиться двигатель что сейчас будет происходить и так далее очень интересное решение и я это одобряю потому что опять же помните мои ролики которые подробно рассказывал про то как эффективно есть на бензиновом моторе как допустим вот взять допустим любого там таксиста любого там пенсионера кто там ездит по старой школе как это было принято карбюраторах слегка слегка поглаживая педальку как они считают максимально экономичные вот своих роликах я показывал как взять такого человека и просто элементарно на ровном месте снять 2 литра с расходов в таком стиле движения и тойота в своих моторах она вот это и делает она практически управляет дросселем сама здесь в этом моторе благодаря вот этой всей системе системе когда педаль газа не связан с дросселем напрямую вообще никак ничего общего это уже не имеет современном мире и тойота практически всегда пытается открывать дроссель на максимум независимо от того что делать сейчас водитель опять же обеспечивая максимальную эффективность давайте посмотрим расход давайте потыкаем по эту машинку информация trip information что у нас по расходам средняя скорость у нас 19 километров в час вот history но сейчас вот пять литров ну это понимаю были прогревы было под десятку вот previous best 0 но это окей ладно не будем здесь загоняться текущий последний лучший расход 6 литров на 100 километров самое интересное что тойота она вот этими вот этим подходом когда дросселем управляет компьютер из-за водителя решает как час лучше как экономичнее да из-за водителя на ровном месте водитель не нажимает педаль газа он при этом без его собственно ведомо без желания водителя может открутить мотор красную зону там если нужно поддержать будет нормальную скорость вот это хорошо для водителя который не подготовлен который технически не хочет разбираться погружаться в детали как там что правильно нажимать тойота за такого водителя все сделает сама и сделает так чтобы расход был реально очень маленький в этом плюс конечно тойоты для почему здесь где я нахожусь прибалтике таких машин очень много почему здесь дает просто невероятное количество потоки так далее нигде такого и не видел то есть вот если поехать куда-то в россию там очень много volkswagen много шкод много октаве много пола седанов много рапидов здесь ни черта вот этих машин здесь вообще нету хотя рапид продается и на самом деле продается достаточно неплохо и он достаточно дешевле его цена очень низкая скажу так одна из самых доступных автомобилей тем не менее дает здесь просто мега много понятно что более старых машин тоже хватает там поколение там какого-нибудь конца 90-х начала двухтысячных но из более современных автомобилей конечно тойоты просто превалирует хотя вот смешно говорить но передо мной едет как раз шкода октаве универсале дизельная следующий момент который тоже хотелось бы прояснить по поводу вот этой машины самый главный наверное момент это давайте вернемся собственно потребительским качествам к посадке за рулем да вообще когда садишься в тойоту да конечно сразу этого ощущения вот их какой-то такой немножко олеповатости синевы которая здесь тоже присутствует которая здесь тоже много скажем тогда вот этой лишней кнопочки но я должен признать что даже по сравнению с королой здесь немножко поинтереснее вот на мой взгляд здесь немножечко поинтереснее получше это все работает настроена и тактильно мне эта машина нравится больше чем я рис больше чем королла вот именно по посадке внутри за исключением одного момента мне не нравится мне не хватает вылет руля то есть сидушка поднята очень высоко то есть я бы хотел ее конечно опустить пониже чтобы компенсировать эту главную проблему недостаток паркетников слишком высокая посадка потому что конечно продавать такое проще потому что потребитель который не опытен который мало ездил на автомобилях ему конечно кажется что вот этот высоко сижу далеко гляжу это хорошо и здорово конечно может где-то толкаться по пробкам это какое-то преимущество не дает хотя водитель камаза все равно сидит выше и все равно с вами машина черт перефразировать на которой сама быт выше вас через которую все равно видеть не будете любой там бус спринтер и так далее все равно ничего вы не изменили и поток все равно растет и купили чуть выше в сети по потоку тоже купили чуть выше и все равно ничего не поменялось я вот еду вот передо мной повторюсь еще раз октавия вот и ни черта я выше нее на самом деле не сижу да а такая посадка она утомляет чем выше ты сидишь чем дальше ты от центра тяжести тем больше у тебя амплитуда вот это поперечной раскачки как бы никак бы не было настроено все равно есть и это даже если вы не можете даже если не можете признаться в этом честно самому даже себе согласиться этим нового ваш организм на тех вестибулярных аппаратах которых он работает он сама устает усталость это повышено плюс как я много повторял чем выше вы сидите тем больше информации тем ближе перед капотом вы видите чем больше не тешит вас перед глазами и тем больше устает вас мог ваш мозг пускай вы даже не можете это осознать с этим согласиться но ваш мозг даже не спрашивая разрешение перерабатывать эту информацию которую видит ваши глаза даже если будет отводить глаз в сторону даже вы себе заставляете смотреть вдаль где меньше мельтешение все равно эта информация сама картинка мозг поступает ваше сознание не может отсечь обработку этих нейронов из глаза и мозг устает и вестибулярный аппарат устает от высокой посадки и когда вы долго ездить на такой машине усталость накапливается почему я все время топлю что давайте ездить на более правильных машинах для этого очень долгое время прогресс в автомобиле строение шел для того чтобы это все минимизировать чтобы есть было комфортнее но эти все дура сбирается развивается по спирали и если спорить какие-то первые вот эти форта это было очень высокий автомобиль потом все это понижали 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 что в действительно максимально низко посадить водителя близко центру тяжести чтобы было как можно комфортнее а потом пошел обратный виток и народ вспомнил как этот форте решил сделать как бы было раньше на этой телеге ну давайте все-таки немножко вернемся к нашему автомобилю и прокатимся посмотрим за эту подъездку потому что я специально вот отъехал чуть подальше от центра города и сейчас более-менее спокойно могу протестировать его работу по асфальту здесь нету пробки мы можем разгоняться и чуть-чуть даже побыстрее и давайте прокатимся посмотрим что же собой эта машина так вот вообще в целом представляет как она едет вообще по дорогам как она едет по дорогам общего пользования потому что вот сейчас много лежачих полицейских мы немножко подпрыгиваем и я вам скажу по сравнению с этими фольксвагенами на которые последнее время тестировал это было совсем маленький тикроссик на платформе ну грубо говоря чуть ли не в там пола вот лупа да совсем маленький такой платформа который там а 0 там называлась да и так же было тикросс который тот же самый таус на платформе один уже чуть больше такой маленький тигуанчик скажем так я скажу что вот проезжая лежачий полицейский даже вот даже я упираюсь 45 которых часы проекта лежачего полицейского совершенно не заметил уперся вот грузовичок вот и я вам скажу что подвеска в плане комфорта настроена лучше давайте съедим в сторону пройдемся по грейдеру по гребенке посмотрим что здесь ну и что вам скажу что на самом деле машина достаточно комфортно и по поведению не последнее время тойота я скажу так с 19 года тойота радикально изменил отношение к стойкам подвески я отговорил что генеральный тойота поехал кататься в ралли и сказал что больше скучных автомобилей не будет ребятки она поворачивает она реально поворачивает она закручивается за рулем то есть никакого недостатка здесь нету жесткости огромной нету когда я здесь прыгал на тикросе это было просто страшное что-то здесь вообще машина едет абсолютно адекватно здесь в плане мягкости подвески нету никаких вообще недочетов серьезно нет желания от скидываться скорости на машинах я ехал здесь 20 км в час на некоторых volkswagen здесь я еду 34 35 и вот здесь даже немножко решил набрать мягкая машина мягкой комфортная я не вижу из таких больших нюансов проблем именно с тем чтобы на ней ехать быстро мне нравится лужи я их пытаюсь объезжать видите машина вы не знаю передает ли вам камера но дорога достаточно жесткая то есть здесь еще немножко сейчас подразмыло и и дождями и ну никаких нюансов никаких там моментов чтобы меня как-то вызывал отторжение подвеска здесь нету реально по позвоночнику ничего не бьет по рулю ничего не стучит хотя колеса не маленькие вот и века база тут не такая прям огромная да вот и машина очень едет комфортно грейдом мы немножко выехали с таких вот прям ям 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 это грейдер он немножко грязный конечно ребята извините здесь лужи 8 все-таки дожди еду вот 50 метров в час то есть на дикросе у меня здесь упала камера просто отвалилась камера с присоски настолько здесь вот этот мощный суд суд от этой подвески вот невозможно было ехать здесь вот но абсолютно адекватно 63 я еду вообще нет даже мысли что здесь плохая дорога и надо скидываться мы просто едем просто едем слышно что подвеска работает слышно что друга неровная ну никаких проблем ну давайте немножечко интересно она очень очень весело ездить за рулем но тут же работает стабилизация не хочу отключать вот потому что мало ли что он все там люди машину сейчас на встречку машина пускай стабилизация выше приходилось долго висеть в повороте но она дает повернуть она ее ставит она заходит как бы таким небольшим веером на вираж потом стабилизируется но не прям чтобы сразу и поведение машины такое нейтральное вот как мне последнее время нравится нейтральное с легкой легкой такой избыточностью нет не так интереснее ездить я так люблю честно и то что изменилось тойота вот в последнем поколении там где-то 19 года когда генеральный тойота начал он как человек увлеченный начал ездить в ралли именно как пилот и все тойоты последнее время начали управляться начали управляться очень интересно и здесь я чувствую то же самое машина здесь есть баланс вот от этой машины есть ощущение от этого помните тигуана первого поколения когда машина была одновременно упругой такой сбитой четкой и при этом не вытрясала позвоночник при этом давала какой-то достаточный уровень комфорта несмотря на все это вот это мне всегда нравилось свое время в тех поколениях фольксвагенов пока они не удалить какую-то зубодробичную херню и наверное пытаются тестировать машины на каких-то безлимитных автобанах или на ньюбург ринге от этого не получается такими ужасно плохими но сегодняшний фольксваген это просто жесть какая-то это очень дубовые максимально пережёстки табуретки а здесь мы имеем тот самый баланс которого мне не хватает эта машина реально очень комфортно и при этом очень интересно управляется она не едет плугом как это было как раньше на старых тойотах она поворачивает я тоже самое заметил в короле причем в короле я скажу так там машинка на приземности и ты лучше чувствуешь что вот именно она задней осью пошла куда-то доворачиваться немножко на скольжение здесь это она чуть короче и настроена при этом немножко даже интереснее на мой взгляд нет вот этого ощущения медленного срыва задней оси это вот начало скольжение этой оси но при этом есть ощущение того что машинка пытается так вот мягенько именно как-то чуть даже подруливать как бы задней осью она по поведению ближе к седьмому точнее тому восьмому гольфу на котором я недавно ездил кто тоже как бы был по ощущениям как такой пытался как-то немножко подруливаться да не скользить именно не срывая ось а именно подруливать заднего здесь похоже какой-то момент возникает и на грейдере когда я попытался немножечко там чуть-чуть немножечко подставить вот было такое ощущение что она очень легко и начинает набирать угол потом конечно стабилизация этот вот набор угла прерывает даже не стал не пытался шалить большие возможности тем не менее это было очень интересное мне вот этот эффект очень понравился я прокатился с удовольствием сейчас и я скажу что мне нравится как она едет да и давайте ну как и обычно все это делают давайте конечно же померяем шум шум на наших городских скоростях мы сейчас едем вот просто в городе 58 километров в час почему такие тихие показатели почему так мало потому что конечно же вот в таком потоке он отключает двигатель внутреннего сгорания мы едем практически на электротяге и слушаем только шелест шин на машине уже правда одета зимняя резина конечно это тоже сказывается немножечко поэтому могло быть еще тише я вот чему клоню вот но скажем так комфорт здесь есть и по шумке они постарались конечно когда мы поедем быстрее там и шелест на уже и ветер будет решены будет шумнее гораздо работать но в городе машина признаю очень тихая и только когда возникает какая-то большая нагрузка на мотор только тогда он начинает вот как сейчас до прорываться салон немножко гудеть и так далее причем заметьте если вам видно нагрузка на мотор он практически чуть-чуть я что-то нажимаю чуть-чуть хочу быстрее ехать я не нажимаю педаль в пол а слегка его поглаживаю и у нас мгновенно вот стрелка power может без вам куру немножко перекрывает но там есть стрелка там эко power и прочее тут же уходит в самый максимум то есть нас открывается дроссель благо благо еще такое то что я уже рассказал записал я было выводы по все же все ашер вот этой toyota да потом что-то посмотрел на этапе монтирования решил что надо все переделать не понравилось не мои слова слишком я ее перехвалил потому что как-то впечатления были после всех volkswagen of после всех тех тестов которые я делал впечатление было ну слишком яркая она действительно достаточно мягкая комфортная действительно мне она напомнила toyota rav4 потому что она действительно есть этот баланс что на сита едет управляется но я потом вспомнил одну важную вещь все-таки она была на зимней резине и вот это говорить хвалить платформу тенгашную платформу на которой лепо что я пересмотрел сейчас перелистал тест lexus и x и и все-таки был пожестче вот и возможно здесь давайте все-таки отдадим поправку на то что в самом деле что резина зимняя что она достаточно мягкая и возможно это прям настолько сильно настолько сильно повлияло на комфорт что она показалась минут настолько прям и там настолько удобным настолько стелющимся по дороге что она вот так вот проглатывает эти все неровности что так она по гравейке хорошо едет да потому что ну в самом деле я потом проехался там же на своем сивике сивик хэтчбэк и там есть амортизатор у меня стоят с переменной жесткостью можно менять мягче жестче и сивики пожестче но и я понял что все-таки мотки изоленты на сивике 18 диски и а тут зимняя резина и это конечно немножко нечестно поэтому я решил эти выводы вот сейчас переделываю перезаписываю уже сервишку я уже сервишку уже отдал chr-ку chr-ку я уже отдал вот и сейчас уже она не со мной как бы нет возможности с ней это рядом посетить постоять тем не менее про выводы но в любом случае хочу сказать что все равно мне машина понравилась даже с этой соговоркой потому что несмотря на внешний вид хочу быть жуком отнять потому что да да в томожном союзе таких машин нету пропал джук и его перестали то поставлять и продавать одно время это была прям мега девочковая машинка за ней стояли очереди девчонок за джуком и от него все пищали просто писком вот ну понятно внешка абсолютно девочковая машинка и вот это chr-ка на вот эту нишу тоже но здесь есть и джук кстати джук никуда не пропал европе он до сих пор продается у него же там был какой-то там рестайлинг очередной и да но глядя по городу я скажу что дает не меньше несмотря на то что джук продается уже очень давно дает очень здесь допустим рыбалки toyota очень любят здесь их очень много почему любят но я много говорил потому что это машины которые позволяют ехать любому неподготовленному водителю достаточно экономично не надо думать не надо там ну читать техническую литературу разбираться как там что правильно куда это toyota делает максимально для блондинок извините за такое сравнение но имею ввиду что любой неподготовленный человек ничего не сломает это абсолютно безопасная машин для такой категории эта машина который я бы рекомендовал покупать таким категориям людей это нормально я не считаю что здесь что-то обидно потому что это абсолютно адекватная считаю оценка и эта машина хороша и действительно это не случайно и такие машины одни отлично работают функционируют не ломаются просто приезжаешь к дилеру по расписанию все что нужно об этом знать просто выполняю инструкцию и больше ничего им все будет шикарно и так это toyota ездит и я вообще никакого геморроза это их и любят что эта машина просто купил и не паришься не задумываешься получаешь удовольствие эксплуатируешь по назначению и все хорошо с ней вот это главная фишка этих машин они комфортные они едут они управляются и не дергают они не толкают они при этом вот этот гибрид до моторах я уже говорил но гибрид чуть все таки помогает опять же сравнивать своим civic конечно небо и земля и динамика сивика просто в разы в интересней даже несмотря на вариатор это в разы более динамичная шустрая юркая машина конечно но если брать по совокупности комфорт городское поведение вот эта легкость парковки пуш на севике бордюров прям надо бояться да я сейчас уже севиком сравниваю а на этих паркетничках даже если брать вот эти volkswagen и т-кросс эти роки вот на них совершенно не паришься с бордюрами и вот это вот toyota chr здесь конечно она попал все решает и блин здесь в этом плане все конечно круто как городская машина такой паркетничек я считаю имеет право существование и ну не надо от нее ждать честно трассе понимаете этот раз даже сейчас не выезжал потому что не вижу в этом смысла эта машина хороша не там она хороша именно в городской среде и здесь мои выводы абсолютно положительные максимально положительные скажем так я считаю что это крутая машина по вот этому вот этой категории этому ключу да да то есть я ее бы рекомендовал покупки и если вам нужна машина такого класса для города и нужен такой небольшой компактный паркетник симпатичный паркетник выбирайте машину там супруги в данном случае я считаю это лучший выбор сейчас один из неплохих выборов как я при тесте toyota rav4 очень рекомендовал этот как бы рафик именно по общему ощущению комфорта и динамики и вообще по совокупности характеристик автомобиля также здесь я смело рекомендую эту hr q потому что она тоже чертовски хороша по совокупности и комфортно и мягко и управляется управляется на абсолютно адекватно то есть и руль не такой пустой не такой какой-то и машина едет и собрана и комфортно и мягкая эффект есть баланс машина есть баланс и я считаю это главное и важное почему эту машину я рекомендую хорошая машина однозначно хорошая и особенно сравнивая с вальцвагеном это просто другая лига это машины которые есть машины для третьих стран и есть это toyota которая пускай она тоже недорогая и пускай где-то по салону там по каким-то местам особенно по багажнику там можно придираться но все вместе хорошая машина хорошая машина можно брать но она же этому все до новых встреч до побочения все Все, хватит.